Ровно неделю назад в Алтайском крае стартовал туристический сезон. Правда, в сильно урезанном виде. Принимать туристов разрешили только санаториям, которые имеют медицинские лицензии и в силах соблюдать довольно строгие меры, предписанные Роспотребнадзором. А вот в Яровом, куда обычно съезжаются тысячи отдыхающих, сезон планируют открыть только через неделю. С одной в студии Илья Кочетков, сам любитель туризма. Илья, так много ли отдыхающих в Белокурихе? И правда, что в Яровом на пляжах пусто. Знаешь, я сам, честно говоря, засиделся. Меня, конечно, спасает работа, которая предполагает поездки. Что же говорить о других людях? Соцсети еще недавно пестрели записями. Ох, вот откроют, разрешат, рвану в Белокуриху, например. И вот неделю назад Белокуриху открыли, и люди вроде бы поехали. Мы спросили замгендиректора по стратегическому развитию курорта Олега Акимова, как прошла эта первая семидневка. 54 отдыхающих, как бы нормально, все процедуры принимают, предписания выполняют. Два раза была ситуация, когда у нас отдыхающие приехали без справок. И без теста не ночевали в санатории, пошли сдали в поликлинику тест, на следующий день выселились. Все нормально идет. Вот только цифрами пока похвастаться нельзя. В одном санатории 50 с небольшим гостей, в другом 25, в третьем 10. Все наши эксперты говорят, ожидали большего. У людей либо нет денег, либо они опасаются. Даже когда туристы готовы заехать, чаще всего они готовы заехать на базу, они, многие базы, решаются принять гостей. Говорили, что мы возьмем несколько человек, допустим, несколько номеров мы продадим. Но боимся, что будут выдавать стоящие машины припаркованные. Вдруг это привлечет сотрудников фискальных органов и так далее. Поэтому даже несмотря на то, что они подстраховались и юридически, оформляли договоры о сдаче жилья в наем. Кстати, и без того непростую ситуацию ухудшают слухи, которые начали распространяться на прошлой неделе. Якобы на фоне всех этих трудностей цены на путевки и на проживание в базах отдыха, когда их откроют, вырастут. Спрос-то будет большим. Мы спросили независимого эксперта в области туризма Татьяну Сажаева. Так ли это? Будет ли этот спрос таким, чтобы можно было уже в пик сезона за полтора месяца поднять цены? Я думаю, нет. Я думаю, что вопрос поднятия цен, он реально только через, может быть, в течение трех-пяти лет. Запрет на работу баз действует пока до 22 июня. И, как признаются наши эксперты, если сроки еще продлят, то многие места отдыха просто не откроются этим летом, а может уже и никогда не откроются. Под вопросом в таком случае благополучия жителей города Яровое, который буквально живет благодаря туристам. Мы попросили наших друзей, уроженцев Ярового, рассказать, как там сейчас обстоят дела. В этом году, конечно, очень завидно, что туристов в Яровом нет. Такая жара стоит с апреля, и уже бы, конечно, пляж был бы полон туристами, но пока что только местные жители загорают и купаются. Кафе, рестораны прибрежные еще закрыты, идут подготовительные строительные работы. Возможно, курорт начнет работать после 20-х чисел. Да, в том году в это время уже все было занято гостями, все номера у нас были заняты. Сейчас же все домики у нас пустуют в связи со сложившейся ситуацией, с ограничениями. Несмотря на то, что лето в этом году наступило раньше обычного, но мы все-таки ждем, что сезон наступит, ограничения будут сняты, так как это единственный такой существенный заработок для Яровчан. Мы также надеемся, что эпидситуация станет лучше, ограничения снимут и нам позволят отдохнуть, как мы привыкли, а туроператорам и владельцам баз позволят, наконец, заработать. А то ведь и правда засиделись.